чеченец али батаев сидит в швейцарской депортационной тюрьме при этом он не совершил никаких преступлений в чем тут дело али батаев из того поколения чеченцев которые в свои 20 лет пережили две чеченские войны и дальше он стал перед выбором что делать дальше идти под кадырова идти сопротивляться в горы или уехать али уехал долго скитался по европе ну как скитался он работал в основном работал дальнобойщиком он очень хороший водитель и у него был свой бизнес и он на хорошем счету то есть там все в порядке и в конце концов начал выбирать страну где же он захочет жить и он выбрал украину приехал в одессу где встретил прекрасную ольгу которая тоже мусульманка и они поженились и открыли кондитерский цех и открыли цех по производству пахлавы и дом полная чаша и семь кошек пять собак тут война у него русский паспорт правило есть правило не заблокировали все счета и снова искать другую страну с большим трудом он выехал с украины и начал думать куда перевозить семью бизнес себя и он сделал большую ошибку выбрал швейцарию он приехал в швейцарию и подался на политическое убежище ему было дважды отказано депортация куда в россию к его родственникам уже приходили с к чеченские эмиссара с ними уже разговаривали швейцарские власти ему говорят ну а что такого то ну хорошо не будешь жить чечне живи там в твери это же ну не поможет я жена украинка это что такого если она приедет в твери вы будете жить в твери вместе она украинка она украинка нет говорит швейцарского ничего страшного ничего не знаем в общем короче говоря али батаю сидит тюрьме разговаривает с нами выходит на связь со своей женой ольгой который конечно очень за него борется на самом деле все что он хочет это не политическое убежище уже в швейцарии все что хочет быть депортированным в украину жене коле али батаев расскажите нам про швейцарскую тюрьму что это такое ну для примера могу привести вам такой момент царской в швейцарии есть еще криминальный уголовный справительные учреждения где намного намного лучше условия где человек получает больше прав элементарно он зарабатывает больше в тюрьме до элементарно он получает медицинскую помощь более качественную еду питание получает намного качественная вот это все время с ними и вообще чтобы понимали я все время бывает здесь только и дело что с ними так вот цапаюсь пытается отбить свои права да то есть элементарные моменты мы мой вид скажем так не совсем сегодня как бы появящийся до обществу это только как бы результат того что мне не давали элементарные мои средства гигиены то есть у меня есть свои средства гигиены которые мне не выдавали первую в первое время из тех пор я оброс и так и оставила туда то есть я в обычной жизни я очень на силу и отношение к людям да нельзя сказать что то все так плохо относится но персонал даже даже больше всего администрация что ли они такие условия ставят что ты здесь во всех отношениях имеешь давление скажем так вот у нас здесь аэропорт и ты хочешь не хочешь должен слушать как эти самолет взлетает вы понимаете 100 метров это более 100 метров полоса взлета и вот ты слышишь акции сам рассыдается встают в общем это не как называется уровень децибелов он высок некоторые люди забываешь как в россии так мы же не говорим вообще сравнением не берем общие россию как криминальная швейцарская и доброва человека больше чем департанной тюрьме если прямо далеко от вас то есть здесь вообще никого нет из криминальной тюрьмы как вы можете сравнивать условия а потому что здесь находятся люди после отсидки в криминальной тюрьме такая очень чудесная система провозить судебная которая может один раз наказать человека а потом мало им этого они еще сюда посадят сюда по человека но мигранты естественно бесправные существа так скажем а после этого они пытаются его выдавать и страны хотя он уже отбыл наказание он мог иметь переменцы да то есть вы знаете здесь есть такие вот особенность как переменцы разрешение на жительство cb в общем такая система и вот они отбирают разрешение а после этого пытается депортировать человека и могут держать здесь человека очень долго и на смотрю сзади вас сидится видимо ваш коллега по несчастью в кипельно-белой футболке я делаю вывод что у вас чисто однозначно то есть мы хотя бы в этом имеем право до соблюдать свою чистоту то есть у нас есть право одежды как бы своей одежды что не сказать что было я же не первое время попал не в эту тюрьму очень первое у меня было в другом кантоне арагал кантон она еще хуже была тюрьма так скажем да где питание вообще было даже питание скажем сразу назовем до первую очередь холодное питание было не за все это почти два месяца про план там один раз только теплую супчик один разами дали теплый поэтому есть еще похуже место было его закрыть здесь ты имеешь право как на тюремную одежду и можешь даже свою как бы получить взять да если говорить о условиях содержания то есть один раз в неделю есть вариант купить что-нибудь в киоске а вы зарабатываете при этом вы можете работать и зарабатываете деньги да имеешь право работать если опять сравнение взять я работал в кухне где я зарабатывал где-то 20 франков в день откуда меня уволю да то есть из-за одного провокатора этого security охранника у нас проблем с ним появилось в общем из-за этого небольшие деньги да но в карбинальном тюрьме это где-то 40 франков для просто сравнение но это самая большая зарплата то есть есть другие работы где дают там 12 что ли 13 этих франков опять же и ты можешь про бездушием быть в киоске да ты продукты книги там я журналы не с книгами туговато я вот пытался что-то взять почитать в общем слава богу каран был не хотя бы да то есть с переводом а так литература вообще не было нормально я даже знаете даже пытался электронную книгу суда как бы протащить так сказать да то есть запрещали запрещает все тотально но я пытался доказать им что электронная книга это не есть гаджет который имеет связь с внешним миром и что так как у вас нету нормальных книг в библиотеке я бы хотел пользоваться электронных не так они имеем тоже запретили прогулки еда спорт я принципиально не хожу на прогулки потому что считаю это отношение опять же унизительным для меня я не есть преступники не есть нарушитель даже аниверситета чтобы они меня как заключенного провинившего человека вытаскивали на полтора часа и очень хочет должен находиться там потом тебя означает любите обратно то есть это вот такое отношение не она очень сложно это воспринимать и через две . кричит небо ограниченный дворик а у меня еще и сейчас как бы проблема с этим нервом и я долго не могу не могу вообще ходить и мне надо там весь а смутно я должен прилечь отдохнуть в общем я отказываюсь еда у нас ланч и обеденное время это лучше и закрытию дверей 5 закрывать нас двери с 5 до 8 у нас закрыты двери вообще то есть в комнате ты один тебя закрывает в комнате от 5 вечера до 8 утра вот до 5 вечера тебе дают ужин у меня есть один большой плюсик последнее время в курсе и мы победили маленьком таком сражении да то есть мы выбили у них телефон и у меня есть теперь телефон с моей комнате хотя никого здесь его нету и в общем это теперь для меня больше ожидание когда же закроют двери потому что я могу иметь контакт с внешним миром это мне очень больше даже хочу уходить вы даже не говорите камера вы говорите комната ну да то есть камера на самом-то деле да но для меня это как-то не упривычно есть телевизор у нас да вот есть телевизор небольшой надо щурится что почитать 9x но в общем есть телевизор есть чайник что не было в той тюрьме чайник свой а душ душ коридоре или душ камере альдори до раковинка и нету горячей воды есть холодная только вода понятно а вас вывозят в суд или все происходит бумажки не на уровне это вообще отдельная история спасибо что вы напомнили да вот видите я много чего могу рассказать просто мозги сразу не срабатывает возят как животное вот если в россии эти как авто автозаки называют железные эти будки возле там под дырку ты найдешь чтобы подышать не посмотреть на улицу тут здесь найдешь эту дырочку она не очень хорошо не сделаете автозаки что ты не видишь вообще улице и ты как в гробу перевозишься и это меня убивает просто я не знаю может это какая-то болезнь хотя ребята все жалуются на это но я так как я может быть слишком как сказать слишком такой разбалуны что ли не понимаешь куда я попал я общем бунтую только так я говорю я не животное что у меня в транспорт для животных перевозили это вообще немыслимо что за отношение человеку последний раз меня вы в курсе я держал почти два месяца и уже в последние дни они уже понимают что критическое состояние все-таки меня повезли в госпиталь тут же в цюрихе это где-то 20 минут езды ввозе увозили меня на этой амбуланс как на скорой помощи а вот когда уже там они не не захотели со мной заниматься позволяет госпиталь сказал нет бежит его брат пускай кушает и все они абсолютно безожидно относились ко мне и я в общем пытался сказать давайте мне хотя бы капельницу сделать и нет они сказали ты можешь кушать и все с тобой хорошо в общем отворот по ворот ну вот стойте побеждаете вот например вам разрешили телефон вам вам одному расшли телефон но ваша почему-то приводят ну то есть к вам не стану не стали хуже относиться например надо сказать что именно вот эти протесты мои вот это вот моя борьба она все-таки дам чуть-чуть но все-таки общественность я там не рассчитывал что они как-то ко мне будут лучше относиться я рассчитывал что общественность прям как-то обратить внимание на это и будет как-то извне влиять не да то есть это единственный момент как можно повлиять тут человек он ограничен в информации в контактах и ты мало что мужа вот единственно что я сейчас могу сделать я всегда с ольга на связи и говорю оле сделай это оле сделать то вот вот нашим вот вот такая вот большой круг в общем ему так вот как-то что-то предпринимает